Добрый день, меня зовут Андрей Владимирович Хохлов и по договоренности с организаторами вашего курса я расскажу вам кое-что имеющее отношение к статистике, но скорее в ее прикладном смысле. Не секрет, что статистика наука прикладная, что является поводом ее, например, ненавидеть от тех людей, которые любят именно чистую математику без всякого прикладного смысла. Тем не менее, жизнь уже сложилась так, что статистические выводы используются в жизни весьма широко. Это хорошая новость, плохая новость, что они используются не всегда правильно. И совсем плохая новость в том, что огромное большинство убеждено, что статистические выводы самоочевидны и вполне поддаются интуитивному объяснению всегда и везде. И методы, в общем, тоже не требуют никаких затрат на их понимание. Это, конечно, приводит к тому, что события окружающего мира начинают трактоваться в смысле наивной статистики. И мы после этого видим удивительные совершенно выводы уже вне статистики со ссылками на якобы статистику. Ну, я думаю, всем вам попадались предсказания, объяснения. Особенно это касается каких-то политизированных тем, например, попытка трактовать статистическими методами электоральные результаты, что является поводом для огромного количества эмоциональных высказываний в разных местах. Значит, моя цель вот какая сегодня. Я расскажу некоторую мотивационную часть, связанную с вопросом о том, где статистика действует весьма ограниченно и почему на самом деле переходить к статистической обработке – это дело, ну, чреватое нежелательными последствиями в тех ситуациях, когда мы не соблюли основные принципы, когда статистика применима. И второе, я попробую рассказать одну чисто вероятностную модель, применимую в ситуации, которая в жизни распространена весьма и весьма с примерами реальных данных и прочего. Ну, вот первое обстоятельство. Правда ли, что статистику можно использовать всегда и везде, лишь бы был у нас файл с данными, где написаны там какие-то числа? Мы после этого бросаемся проводить статистику. И делать какие-то статистические выводы. Разумеется, это неверно, потому что в основе любого результата по статистике, если вы внимательно посмотрите на тот материал, который у вас был до сих пор, вы увидите, что все-таки все начинается с того, что рассматривается объект применения. Объект применения называется выборка из генеральной совокупности. Что же подразумевается под генеральной совокупностью в обычной жизни и в математике? Значит, в математике это подразумевает возможность привести пример последовательности одинаково распределенных и независимых случайных величин. И, значит, понятие генеральной совокупности связано тем самым с экспериментом по фиксации значений случайной величины в независимых повторениях. Ну или что то же самое фиксации значения, которые примет целая последовательность на каком-нибудь исходе. Ключевыми моментами здесь являются две вещи. Первое. Какая случайная величина имеется в виду? Что мы думаем в том законе распределения, который положен в основу всей дальнейшей деятельности? В общем, вычислите, по сути. И второе, достаточно важное. Соблюдены ли условия вот этой самой независимости, которые нам остро необходимы для того, чтобы делать какие-то выводы и применять соответствующие статистические теоремы общего характера? Ну вот, что касается второго вопроса, то он довольно сложен. И как его обходить, я ничего про это говорить не буду. Впрочем, укажу, что есть другая наука, которая называется «Случайные процессы», которая, в общем, интересуется данными, в которых исходные данные, а именно последовательности чисел, связаны не с независимыми реализациями одной и той же случайной величины, а, например, там присутствует некоторая корреляция между различными реализациями, зафиксированными на первом, втором и так далее шагах. Но это не есть мой предмет. Мой предмет, скорее, вот какой. Давайте вспомним, какая случайная величина рассматривается чаще всего, и ответ будет довольно прост. Случайная величина, которая рассматривается как источник данных, чаще всего является гауссовской, и большинство задач, которые рассматривались в вашем курсе, так или иначе используют это обстоятельство, но в тех случаях, когда они не используют, то это обговаривается отдельно. Почему так? Почему на самом деле статистика гауссовых выборок из генеральной совокупности является общей точкой для применения? Ну, например, потому, что в реальной жизни наблюдаемые величины очень часто могут быть представлены как суперпозиции многих воздействий. То есть число, которое мы вставили в наши данные, образовалось как результат многих воздействий, и простейшее предположение об этих воздействиях было такое, что воздействия суммируются. Раз мы рассматриваем числовые данные, то то число, которое у нас получилось, оно и есть сумма многих. Следующее, в общем, висящее в воздухе предположение о том, что эти воздействия были устроены так, что были сопротивлены условия, позволяющие использовать центральную предельную теорему. Ну, то есть в математическом смысле, если вспомнить, какие условия являются необходимыми для, являются достаточными для центральной предельной теоремы, то это, как известно, условие Линдеберга. Я, честно говоря, не в курсе, правда ли, что вам сообщали, что это такое, но, в общем, известны несколько наборов условий, при которых центральную предельную теорему применить можно, даже если суммируются случайные величины разного характера. Вот, значит, это предположение, с одной стороны, никто никогда не проверяет, но чисто качественно можно сказать, что эти воздействия суммируются, или, например, как-то их суперпозиция должна вычисляться, исходя из совсем другой формы. Ну, простейший случай, когда, например, у нас есть другой закон, это когда у нас есть какой-нибудь сигнал, который последовательно проходит разные электронные коробочки, каждый из них воздействует на этот сигнал, и в результате мы получаем сигнал, возмущенный разными воздействиями. Но давайте под воздействиями понимать сначала самое простое, что каждая коробочка сигнал немножечко ослабляет или немножечко усиливает. Вот, то есть домножает на какие-то числа. Значит, коэффициент усиления и ослабления, и результат воздействия на наш сигнал – это последовательность умножений. То есть воздействия не суммируются, а перемножаются. В этом случае, конечно, если мы собираемся изучать, какое воздействие было оказано в итоге, если воздействия очень много, то мы должны считать, что распределение значения этого возможного воздействия, конечно же, вовсе не связано с центральной предельной теоремой напрямую, а у нас есть произведение многих факторов. Но вот отдельный вопрос качественный, который полезно помнить – это какое же распределение возникает, когда у нас есть случайная величина, которая появляется в пределе перемножения многих других случайных величин. Не сложение, а умножение. Но этот вопрос очень простой. Я думаю, что вы на него ответите без труда, но все же об этом следует помнить в качестве первого этапа, когда речь идет о практическом использовании статистики. Второе соображение по поводу данных, которые могут быть подвергнуты статистическому анализу – это соображение о том, что у нас есть данные, связанные с одной и той же случайной величиной. Значит, вот мы помним, что в выборке должно присутствовать предположение о независимости полученных величин при рассмотрении первой, второй и так далее. И второе, что мы считаем, что все эти величины получены из совершенно одинаковых случайных величин с точки зрения закона их распределения. Ну, в реальности, на самом деле, второе правило соблюсти довольно трудно, потому что мы все понимаем, что если кто-то нам прислал данные, отвечающие последовательным наблюдением, то во время этих наблюдений как-то условия наблюдения, наверное, менялись. Поэтому говорить о том, что закон распределения измеряемой случайной величины сохраняется неизменным в нашем эксперименте – это смелое осуждение. Оно уж совсем смелое, когда речь идет о наблюдениях, ну, например, числовых наблюдениях за разными людьми. Вот мы считаем, что у нас есть повторение эксперимента с разными людьми. Говорить о независимости – это вопрос дебатируемый, я обещал им не касаться, а говорить о том, что каждый раз результат измерения может быть представлен как работа одного и того же прибора в ситуациях абсолютно одинаковых – это уж совсем какая-то ерунда. Люди разные, поэтому если там последовательно у всех измерять какой-то фактор, потом с этими данными не очень понятно, почему вообще можно действовать статистически. Это разные данные, разные случайные величины, полученные в разных условиях, и после этого вопрос, а как же в сущности используются методы в реальности, становится довольно острым, потому что в реальности идея, что наши данные, файл наших данных составлен из того, что можно считать выборкой, выглядит совсем нереалистично. Тем не менее, ситуацию можно починить. И давайте мы начнем с вычислительного примера, а именно попробуем смоделировать эту ситуацию на примере вот какой модели, которая на самом деле является и основной для нашей лекции, и в то же время объясняет, как именно нужно действовать в общем случае. Ну, эксперимент заключается вот в чем. Давайте посмотрим, как ведут себя данные, если мы повторяем эксперимент, в котором мы меняем параметры случайной величины и возьмем самый распространенный случай, близкий нам по опыту использования статистики и форму статистики, которые там в основном написаны, то, что называется гауссовая статистика. Будем считать, что все наши случайные величины центрированы на ноль, у них у всех математическое ожидание ноль, а вот что касается параметра сигма, который есть в корень дисперсии, будем его варьировать. Ну, и для начала будем варьировать довольно грубо. Я нарисую от руки схему, что именно я понимаю под варьирование в данном конкретном эксперименте, а потом попробуем посмотреть, как эти данные выглядят, что вообще с ними можно делать и как визуально понять, что изменилось. Это уже вопросы совершенно практические, которые, тем не менее, странным образом не так много народу понимает. Значит, итак, я попробую объяснить схематически, в чем заключается действие по получению данных с варьированиями параметрами. Значит, мы считаем, что... Сейчас, одну секунду, я хочу понять, где моя ручка, вот она. Вот, значит, мы считаем, вообще говоря, что у нас есть последовательность экспериментов, последовательность экспериментов, что приводит к тому, что у нас есть числа, которые есть значения одинаково распределенных независимых случайных величин на одном и том же исходе. Значит, это получившийся в результате этого эксперимента набор. Вот в обычном подходе к статистике мы считаем выборкой. Ну и, условно говоря, все это складывается в один ящик, и этот ящик хранит информацию о случайной величине кси, о ее распределении. Дальше мы можем проверять разного рода гипотезы от самых простейших, что можно сказать о матожидании этой случайной величины, что можно сказать о ее среднеквадратическом уклонении. А если знать закон случайной величины в общем, что, например, это гауссовский закон, то можно проверить... То, что я сейчас сказал, соответствует задачи параметрической статистики о проверке параметров этого закона. Итак, мы рассматриваем то, что в классическом варианте заключается проверка параметров закона случайной величины кси. Ну и стартуем мы с того, что у нас есть n измерений над случайной величиной кси, полученные в такой последовательности. Так, я, конечно, n не то написал, надо вот такой написать. Вот. И это классический эксперимент, и про него существует масса описаний в том, что называется гауссовская статистика, если случайная величина гауссова. Вот. Я же хочу рассмотреть ситуацию, когда в моей последовательности гауссовых случайных величин варьируется параметр сима. То есть, кси1 и кси2 различаются параметром сима. Формально говоря, та последовательность чисел, которая у меня получится, она не должна быть подвергнута математической статистике в смысле обработки, просто потому, что этот случай не экономический, и все, что делалось до сих пор, в общем-то, неприменимо. Значит, иными словами, я получу вместо одного ящика со значениями, я получу несколько ящиков. Вот. И таким образом сырой эксперимент, если я его провожу и контролирую, когда я изменил параметр, это, соответственно, у меня есть несколько ящиков с числами, а потом уже я их всыпаю в один, в котором n. Ну, для простоты, то, что я сейчас покажу на экране, как результат обработки, давайте будем считать, что у нас ящиков будет, ну вот, там есть конспект этой лекции, там у нас 9 ящиков, а здесь давайте я сделаю на 2 меньше. Значит, у меня будут ящики, в которых сигма равняется 0,2, сигма равняется 0,3 и так далее, кончается сигма равняется 0,8. И в конце концов, я получу, значит, некоторое число, и давайте это число будет довольно большим. Сейчас я посмотрю в программе, как я его положил. Кажется, я его положил равным 10 тысячам, а впрочем, надо бы еще глянуть. Так, 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 так. Да, я положил его равным 10 тысячам, значит, у меня есть N большое, равное 10 тысяч. Ну, а поскольку ящиков у меня от 0,2 до 0,8, значит, сколько это ящиков? Это раз, два, три. Понятно, сколько ящиков. Вот. Всякое количество, которое в каждом ящике лежит, вот оно N маленькое. Вот. Все это замечательным образом. Минутку, то, что я вам собираюсь показать, кажется, все-таки 10 тысяч. А, нет, вот я наврал, конечно, вам в той программе, которую я собираюсь сейчас продемонстрировать, у меня N равняется 10 тысяч. А N большое, это, соответственно, пропорционально этому 10 тысяч. Вот. Значит, вот я попробую обсчитать результаты этого эксперимента и посмотреть, что у меня получилось. Что значит посмотреть? Ну, первым этапом обработки математической статистики обычно является идея посмотреть на закон распределения то, что называется гистограммой. Значит, гистограмма, как известно, это процедура, когда мы на оси значений расставляем, условно говоря, стаканы, или это называется бинирование, выбирается количество бинов и насыпаем все числа в них в соответствии с интервалами значений, которые мы отметили. Вот. И смотрим потом уровни. Сколько у нас набралось в каждый. Вот. Значит, сюда у нас набралось какое-нибудь число M, сюда у нас набралось число M0, сюда набралось еще какое-нибудь число. Вот. Ну и картинка, столбчатая диаграмма того, что мы сделали замечательным образом, нам что-нибудь да покажет. Однако есть технический вопрос, о котором я считаю нужным упомянуть. Всегда возникает вопрос, а сколько надо взять этих бинов, чтобы быть уверенным, что мы видим не бог знает что. Например, вот если у нас есть всего M наблюдений, правильно ли будет взять количество бинов там, не знаю, M пополам. Это надо, конечно, попробовать, чтобы увидеть, почему это не очень хорошо. Не очень хорошо, это по следующей причине, что оптика, связанная с таким количеством столбиков, у нас будет очень хороша по этому измерению, ну потому что мы идем с маленьким шагом, и у нас есть очень много интервалов накопления. Но зато у нас будет довольно грубая оптика по вертикали, потому что оскок, собственно, берется в каждый из бинов, в каждый такой стакан, какова будет высота столбика, если у нас M пополам бинов. у нас будут сюда попадать единичные экземпляры, то есть 2, 3, 4, но будет очень грубая оптика по вертикали. Возникает вопрос, сколько же взять бинов правильно, чтобы оптика была сравнена по вертикали и по горизонтали. Ну вот по этому поводу существует масса формул, там формула стержится, еще какие-то идеи, важно, что все они исходят из разных ситуаций. я хотел предложить формулу, которая называется формула большого пальца, то есть взявшаяся совершенно from middle to nowhere, и тем не менее она работает неплохо в чрезвычайно общей ситуации. В общем, есть такая рекомендация, что надо смотреть, как устроена гистограмма в такой оптике. Значит, надо взять количество бинов, равное чего-нибудь типа целой части от корень квадратного и зен, деленное, скажем, на три. Значит, объясняю, откуда здесь три, откуда здесь корень и зен. Корень и зен это идея, чтобы оптика по горизонтали и оптика по вертикали были бы сравнимы с точки зрения возникающих градаций высоты и шага между разными винами. Вот, а почему значит натрия? А потому что градации по вертикали они в общем-то все не на одном уровне, желательно по вертикали иметь чуть лучшее разрешение, чем по горизонтали. Ну вот, чуть лучше это значит, что хорошо поделить на какое-нибудь маленькое число, которое может быть три, может быть два с половиной, два, но вот это уже зависит от вкуса, но можно проверить, что выбирая числа здесь в пределах от двух до четырех, вы форму того, что вы нарисуете, будете видеть примерно одинаковую, а вовсе не такую дикую, как если взять K равное пополам. Ну хорошо, это были вводные мотивационные слова, теперь давайте попробуем понять, что же у нас может получиться, если мы будем рисовать эксперимент, в котором каждый раз через 10 тысяч значений подкручивалось значение параметра сигма у Гауссового распределения, какая форма гистограммы при этом достигается. Это обстоятельства сейчас мы увидим сейчас я этот экран покажу, и мы с вами посмотрим что на нем будет появляться. На нем появится форма связанная с результатами в довольно хорошем разрешении, потому что я привожу пример данных в таком большом числе, что колонок у нас очень много и мы видим некую форму. Многие из вас скажут, опа, так это и есть гауссовая форма, и все вообще замечательно. И в этом месте очень много народу сделает совершенно точно так же. Как вообще понять, что то, что мы видим, это какая форма? Более того, есть специальный софт, который позволяет построить аппоксимационную кривую для этой гистограммы и аппоксимационную кривую выбирать с точки зрения гауссовых кривых подобрать наилучшее значение сигма, вот они все центрированы на мат ожидания, значит появится некая кривая. Мы можем сделать иначе, не забудьте, что наши данные получены в результате варьирования сигмы от 0.2 до 0.8, а что-то на вас посередине. Вот, ну вот можно взять среднее значение сигмы и сравнить с экспериментом, который вообще говоря у нас будет показан синим цветом, что будет если мы на этой же картинке добавим гистограмму с гауссовой формой, которая получается из эксперимента сходного с тем же самым количеством данных, но только при этом мы не меняем никакое сигма. Вот оно нарисовано, что будет. Вот, удивительным образом эти вещи оказываются похожими. Вот, ну, мы видим, что отличия в форме есть, но понять, почему вдруг эта форма не может быть описана тоже гауссовской кривой, это дело тонкое, и поможет ли нам в этом такие ухищрения, как попытка изобразить это вместе с гридом, с координатной сеткой на картинке, или, например, попробовать, так, я, значит, сделал нехорошо, я сломал свою выдачу, я запущу заново, с тем, чтобы, так, ну-ка, давайте я запущу заново, прошу прощения, техническая помеха, сейчас мы ее поправим, вот она, так, ранг, ну, вот я возвращаюсь к этой картинке, вот, я сделаю следующее ухищрение, я попробую, например, зачеркнуть ту часть, которая мне не очень интересна, а именно с самого низа, все равно здесь ничего не видно, вот, и зачеркнуть эту часть, я зачеркну ее белой линией, вот она у меня сейчас появится, так, ее даже не видно, это белая линия, а нет, она еще просто не появилась, вот она, вот снизу я вычеркнул, все равно, в общем, понимание того, что у нас дела идут немножко по-разному присутствует, но все-таки утверждать, что красная форма не может быть описана гауссовой кривой, это дело не очень понятное, почему, с чего бы так, однако, существует прием, связанный с тем, что смотреть гистограмму в разных масштабах, нас интересует, например, в законе убывания, как убывает синяя кривая, и как убывает красная кривая, закон убывания синей кривой известен, это е в степени минус x квадрат, это очень быстро падающая функция, про красную функцию мы пока ничего не знаем, поэтому есть предложение нарисовать красную кривую, так, чтобы был виден закон убывания, и легче всего это сделать, раз речь идет о поведении в области малых значений, то хорошо бы взять логарифм по вертикали, посмотреть это в логарифмическом масштабе, значит, в логарифмическом масштабе картинка резко меняется,